привет это снова я узнали мы с моей баб рыбой сейчас расскажем вам про целую прям видите гору парфюмерии из украины с украины я никогда не запомню правильно говорить так чтобы всем нравится украинской парфюмерии который называется неглижей парфюм лап буду рандомно брать рассказывать свои впечатления спонсор данного видео полина сплавит спасибо большое полина все дело в том что я увидела несколько обзоров на неглиже залезла к ним на сайт и поняла что описание такие что меня привлекают но доставка в россию достаточно дорогостоящая плюс набор пробников достаточно дорога ну то есть такой в общем короче все дело было в том что я не могу никак достать это да им прислали на обзор я говорю ребята ребят поделитесь пожалуйста со мной мне на обзору никто не пришлет и она вот поделилась спасибо большое прямо низкий тебе поклон я смогла познакомиться и рассказать теперь вам свои впечатления в общем-то их спасибо большое еще раз потому что ну я бы расстроилась на 1 если бы я купила это за свои деньги потому что понравилось мне там расскажу короче чё я это в конце буду рассказывать про все а сейчас начну с и должна сразу сказать что сами пробники потрясающий дизайн имеют очень флакон мне очень нравится здесь рисуночки вы знаете что-то аля как выпусках артемия лебедева его вот эти вот отбивки красивенькие то здесь каждому аромату соответствует свой рисунок достаточно такой сложный интересный и печать хорошая открываем и тут уже все не так радужно потому что у меня тут замесочки мы вот здесь вот все прекрасно но сам пробник без пульверизатора и у него в крышке я не знаю там сатана сидит то что каждый раз когда я закрывала каждый пробник он просто мне плевал в глаз у меня глаза кровоточек то что каждый раз закрывала и и он почему не знаю никогда такого не происходит я ненавижу пробники без спреев просто и во первых это некрасиво неудобно непрактично и по моему мнению возможно я не права но даже как-то аромат по-другому ощущается из пробника со спреем когда наносишь спреем когда наносишь намазом может быть это распределение в пространстве может быть еще что-то но в общем неважно давайте уже начнем короче первое что я схватила называется август ивнинг и здесь заявлены бархатцы но бархатцы здесь то есть здесь главный видите тут прям флакон весь в бархатцах здесь прям как будто только бархатцы бархатцы здесь где-то очень очень далеко на кладбище за метро это искусственный а в основном я ведь опять же выписывал что ароматов много в основном я чувствую здесь ненавистный мне фенхель лекарственную ромашку которая растет знаете на картошке такая не ромашка а у нее такие тонкие 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 палочки вместо листьев и маленькие маленькие белые цветочки а потом она с желтыми головками такая стоит вот ей пахнет кориандр который я тоже терпеть могу и какие-то в начале очень сильно вот это вот все напоминает мне пакет с рыбными специями вот это вот фенхель кориандр поэтому аромат мне начинает более-менее нравится уже к концу когда проявляются вот те самые кладбищенские за метровские искусственные бархатцы в начале в середине вообще совершенно не мое прям вот ну рыбные рыбные специи поэтому август ивнинг как-то не очень сдался дальше парфюм который просто вызвал у меня бурю разочарования потому что я сама виновата должна сказать что все здесь мною сказанное это лично мое восприятие потому что знаете то что кому-то пахнет манго кому-то пахнет морковка например мне а кому-то пахнет плесенью а мне пахнет плесенью но я ее люблю носить я достаточно странные пристрастия в парфюмерии и не надо воспринимать мою критику как какое-то да оскорбление бренда я пробую все мне все интересно просто вот чем-то я могу для себя пользоваться что-то мне интересно хотя бы обонять а что-то ну вообще никак поэтому вот все это совершенно ли да это как говорят ничего личного у меня вот все лично наоборот орегано хулигана тоже все безумно красиво вот эти вот рисуночки тут открываешь тоже такой вот красивенькая упаковка этого типа как как выглядит флакон я ложнулась сама на самом деле виновата во всем я в том что мне не нравится потому что я почему-то думала что я не знаю почему просто тупая да мне почему-то казалось что орегано хулигана будет пахнуть базиликом и мятой почему я так решила ну а почему я решила в прошлое замуж выйти прожить в браке 10 лет да ну как бы вот сама вина ну вот поэтому то что он пахнет чем заявлено то есть тимьяном и орегано для меня типа что это типа милый мы ничего не можем себе позволить но ты же знаешь что ты же знала за кого выходила замуж я же работаю на госслужбе я хочу шубу вот примерно такие у меня ощущения то есть они не наврали а я разочаралась разочарована значит пахнет собственно говоря тимьяном какими-то смолами и вот именно этот аромат я бы называла прям фужерным то есть он какой-то вот но мужчине мне кажется неплохо посмотрелся на мужчине но благодаря тимьяну этому опять же и орегано у меня ощущение пакетик с рыбными специями внезапно открылась дверь и зашла мамуля ворвалась в чатик вот пакетик пакетик с рыбными специями но я имею ввиду что пакет с рыбными специями это не значит что там есть рыба рыба не пахнет пахнет специально для рыбы ассоциация прямая да дальше какой бы мне взять sweet dreams are made of this опять же серенький красивый великолепный картон очень красивая подача материала а внутри находится кусок ромашкового было кусок ромашкового мыла причем это опять та же ромашка которая аптечная там я чувствую стиральный порошок это все очень похоже на и еще такой аккорд холодной воды вот на эти такой часто тоже его используют почему-то в таких индии парфюмерии да еще популярен это очень похоже на значит история мне лет наверное пять и мы на даче с бабушкой еще ходим стирать белье на речку потому что стиральной машинке там нет вести лень но на речке можно постирать почему бы нет и мы вот берем это кусковое мыло и идем и там я босыми ногами топчу ромашку ну и все такое то есть как аромат воспоминания хорошо носить на себе я бы не смогла все-таки боль всего еврейского народа понимаете в моих глазах рус абсолют великолепный розовый картон и великолепный рисунок розового флакона у тебя есть флакон лучше у меня есть рисунок флакона внутри этого я обожаю запах розы я фанат розы стала в последнее время и самыми моими любимыми ароматами из такой да опять же будем нишу сравнивать с ним то есть вот инди парфюмерии с инди парфюмерии это космороза и инкарна иллюзив роз две потрясающие розы в парфюмерии нашей да вот россиянской здесь это вот ты ждала ты сказала своему мужичку за 50 что ты любишь розы а он неправильно понял и вместо того чтобы прийти на свидание подарить тебе розы он перед свиданием для храбрости выпил розовой воды вот этой вот одеколона вот примерно такое ощущение у меня а потом на тебя еще и рыгнул здесь очень дешевый ароматизатор вот это вот болгарская роза или как она называется вот вы знаете как пахнет это вот дешевая розовая вода розовый вот этот одеколон в больших таких бадьях продавался была огуречная и розовая я прямо не могу это наверное не воспринимаю такую ноту розы скажем так но там написано на сайте я просто залезла посмотреть я была прям в каком-то удивлении что они выбрали именно вот этот вот ароматизатор и не знаю как назвать вот этот вот синтетический вид розы и он настолько какой-то плоский он настолько какой-то топорно-мыльный вот это прям я не могу я разочарована действительно вот это знаете даже не то что вот просто не мое это вот скажите просто вас тоже задалбывает стоматология долбанная которая звонит электронным голосом приглашает вас в стоматологию я их ненавижу просто они портят мне всю последнюю наверное последний месяц я блокирую их номера и я блокирую их номера а они звонят мне с других номеров и вот эта стоматология меня раздражает также как этот розыб солю закончим с ней уже потому что там написано короче на сайте что это хороший подарок хороший вариант для подарков слепую не за что нет вот это знаете насколько я лояльна но это прям фу мазерланд мазерланд прекрасный сиреневый я очень люблю такой оттенок здесь всякие чернички ягоды малинки красивенький флакончик опять же это все пахнет каким-то конфетами конфетный виноград конфетная черная смородина без котиков конфетная земляничка и это все запивается большое количество конфет знаете есть такое называется типа сок алоэ но это вообще мне кажется к алоэ никакого отношения не имеет но пахнет вот примерно так вот этот алоевый лимонад с кусочками жижи какой-то внутри и от этого аромата у меня вздулась рука то есть я нанесла его на руку у меня даже есть где-то фотографии я сфоткала что я смотрела обзор читоки она говорила что у нее на эти парфюмы аллергия у меня вздулась рука она стала жутко чесаться хотя нанесла я палочкой три капельки на себя и фотки я сохранила если что будете говорить мне что ни у кого я вам фотки покажу так что нас уже как минимум две такой конфетный парфюм я бы его наверное подарил кун девочки то есть он прям такой девочковый мне кажется что серьезно воспринимать его не стоит упаковочка красивая не вызывает да ну он такой совсем вот вот у меня дочке три года вот наверное ей понравится и для нее это будет актуально именно пахнуть так наверное три года актуально конфетками алоэ каким-то это знаете не образ романтической и девушки это образ такой вот если вы будете рассматривать это как что-то романтическими кажется что педофилии попахивает педофилии и соком алоэ дальше аромат который называется москулин очень красивый тоже шиповник деревях а вот это вот все москулин черт ну это знаете такое скорее возрастной москулин но не в стиле там я смотрела несколько видео серебряной бабочки где она расстраивалась то грешу парфюм для бабушек да это не зависит от возраста скорее всего внешне и так как я до того как я и стала счастливой матерью работала плотненько в кино там есть такие вещи как стереотипы то есть если нужны менты это подтянутые мужчины где-то 48 52 хотя посмотрите на улице где у нас там подтянутый мужчина 48 52 или например там секретарша это симпатичная молодая грудастая женщина это все стереотипы стереотипическое мышление если мы мыслить стереотипически то вот это такой мужчина за 50 с бородой и помните по тв3 был такой сериал и был слепая сериал а был какой-то там дед сидел в лесу и по книге читал всем судьбы вот такой то есть к нему приходишь а там всякие травы сушатся что тут у меня еще вот я прям выписала себе мог сушеный сушеный шиповник старый спил дерево сухостой в общем все сушеный мужик сам сушеный он приятный но он папа или дедушка но никак не ух снимай с себя башты вот примерно так это приятно и мне кажется если вы хотите например если вы мужчина уже в солидном возрасте вы хотите пойти на какую-то деловую встречу где женщины захотят слушать вас они пялиться вам я не знаю куда там куда пялиться мужикам говорят пялиться мне на грудь мужикам куда пялиться на ширинку не давно никуда не пялилась знаете ли в общем вот мне кажется такой хороший деловой парфюм или например если вы в возрасте но у вас молодая женщина и вы идете знакомиться с ее родителями и боитесь что как-то неправильно будете поняты как какой-то да старик который любит молодых нет они такие да он приличный человек вот это запах приличного человека в возрасте мужчины в принципе мне в общем это даже нравится если бы был жив мой папа я бы вот флакон этого ему бы приобрела да да вы знаете я даже его прямо отложу в сторону чтобы потом рассказать какой да какой нет дальше все уже на самом деле чуть получше а вот этот вот эгоизм нарисованы здесь нарциссы но пахнет он тигровыми лилиями как мы выяснили вчера я просто давала вчера нюхать своему приятелю этот парфюм и он сказал что пахнет тигровыми лилиями я согласна все-таки нарцисс пахнет чуть 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 по-другому или может быть просто мы долго не нюхай ن SAS но тигровые лилии я должнаalon не те которые женщинам дворитов таких охапка которые воняют мясом нет это которые растут на огороде у нас в средней полосе россии такие вот лилии они красные с точечками и они пахнут не противно не мясом то есть сам запах он достаточно интересный и еще и вот этот аккорд тигровые лилии мне напомнил был такой бренд назывался на блат концепт и там была красный был такой флакон магма нет сыворотка как в крови плазма вот плазма я не смогла его носить потому что мне казалось что я забыла выключить газ что пахнет теплотой от теплотой от спички то есть вот когда поджигаешь спичку нюхаешь пламя то есть не сама спичка пахнет а именно чем пахнет вот как огнем не дымом не порохом именно сам запах огня как который обжигает нос и вот в этой тигровой лилии видимо вот тоже он как-то плотно сплетен но в общем то вот нет значит мой дружбан сказал что пахнет тигровыми лилиями какой-то мазью если вы не любите сладкие ароматы здесь вот такой сладости нет вообще никакой какой-то травяной не сладко цветочный если вы вот настроены да вот что не хотите ни сладкое ни свежее это может быть знаете опять же для женщины которых который хочет чтобы воспринимать серьезно эту я тоже пожалуй отложу сюда дальше нет это не хочу сейчас обозревать обозрю вот это это смоки дарк ванилла тоже все прямо ухах красота наверное стоит показывать их вместе hot sweet ванилла и смоки дарк ванилла это две ипостаси одного и того же только вот это hot sweet ванилла это я днем пошла в институт пятницу и сдала зачет на пятерочку потому что я просто очень хорошенько а вот это я пятницу села на электричку до лебяжья и поехал туда и всю ночь сидела у костра пила какой-то там ром потом пьяная ковыляла по рельсам домой вся пропахла костром навернулась значит на шпалень и измазалась в дегте потом еще нефти немножечко рукой задела в мазуте в общем и еще было очень-очень холодно стоять у нас есть такое место на даче называется он питак там раньше был ларёк ну вы понимаете то что это был как бы бомонд весь собирался там пьяненький и вот когда холодно там единственным было такое за асфальтированное место и вот когда очень-очень холодно вот так пахнет асфальт замерзший асфальт мерзлый и очень видимо еще там было холодно поэтому запах этого асфальта в меня тоже впитался очень интересно на самом деле аромат но так как я люблю такого направления вот эти все мазуты плесени штукатурки вот это вот все я знаю много похожих ароматов но вот я смотрела опять же учетоки видео она сказала что это прям вот ниша ниша она ничего не привыкший к такому она любит другое направление да вот для меня это хорошо интересно но не ново скажем так так что в общем вот этот мне нравится смоки дарк ванилла я бы даже смогла его наверное носить а вот hot sweet ванилла как ни странно мне тоже нравится и в самом начале они оба что смоки дарк ванилла что hot sweet ванилла пахнут был такой сироп детский то ли панадол то ли что здесь такой по каким-то ванильным бананом вот этот вот запах сразу так а потом он исчезает очень приятные такие воспоминания о этих ванильных бананах то есть здесь вот побольше этого детского панадола здесь есть карамель здесь есть миндаль здесь есть какая-то груша здесь есть в общем здесь все что сахарное карамельное здесь все виды карамели которые есть и которая коричневая истекает и вареная сгущенка и карамель которая карамель именно сосачки и и риски и риски скисы раковые шеи все здесь видели наверное есть таки бары молочные где продаются молочные коктейли где теперь носят такую шапку а там еще воткнуты печенье а потом еще мороженое а потом еще конфеты а потом еще вот эти палочки такие сахарные а потом еще немножечко посыпано бисквитом шоколадом и в общем то и все и сразу кома вот это похоже но и найти это то удовольствие во время смерти от сахарной комы это не для меня вот сахарная кома как скажу как не любит сильверо butterfly это ангел мюглер мне тяжеловато его обонять именно потому что для меня это прям вот я у меня перекрываются все рецепторы я кроме сладости ничего не чувствую здесь я вполне могу различать нюансы вот этой сладости тут так тут так тут сяк то есть в принципе она приятно для тех кто любит действительно сладкие ароматы и даже мне кажется вот молоденькой девочки подойдет какой-то ну чуть постарше чем три года те года как у меня ребенок говорит ну вот наверное от девятого класса и до там вот института первого вполне себе значит дальше нюд нюд у меня здесь большими буквами записано ну не я себе нюд в принципе все это эти фиалки мама сказала что это гиацинт но возможно она даже не представляет как выглядит гиацинт это фиалки это вот какая-то знаете так как у нас мышление опять же очень топорная у меня это ассоциируется с метеоритами гирлин потому что вот этот запах фиалок пудровый но здесь фиалки более легкие но слушайте это не 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 то есть нюд для меня это какой-то очень близко сидящий коже запах это шлейф просто и я чувствую и и вот тут немножко и ланг и ланга немножечко жасмина а в остальном это прям фиалка слышишь я вот примерно как там ваниль на ваниль и ванилью здесь фиалка с фиалкой и фиалку значит это по всякому и у них еще во время рождаются дети в общем это какой-то фиалковый беспредел для тех кто любит запах фиалки пожалуйста он действительно неплохо сделан в отличие от розы и последнее пачули абсолют здесь жопки шмеля нарисованы мне нравятся шмели всем нравятся мне как шмели это просто новые котики как ни странно мне понравился это такие сладенькие почульки с ванилькой и тут у меня тоже записано что этот запах напомнил мне знаете продаются такие штуки называются не сигариллы они как сигареты только более крепкие там на самом деле табак на вроде как говорят насыпано не вот это вот мусорная то что мы курим все и у них фильтры сладкие слезнуть сладкие фильтры пахнет вот ванилькой мне кажется очень похоже такие приятные какие-то мне ассоциации здесь еще под вопросы у меня стоят какие-то медовые яблоки но видимо это знаете там это там нет яблок сто процентов вот если бы яблоко состояла из меда наверное пахло бы так какое-то слово непонятное и стоит еще плюсик то есть мне этот аромат понравился не забудьте это знаете совет знаете ли вы если вам нужно чтобы ваш кошелек приходили деньги надо натереть кошелек изнутри и то место которым вы зарабатываете хо 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 ну например там компьютер или там на там иголки если вы швея пачулями натрите пачулями и будет вам счастье давно не терла именно поэтому я здесь они где-нибудь вместе получше и того из 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 я так понимаю возможно посчитал неправильно ароматов мне прям сильно честно ничего не понравилось вот прям вот так чтобы я очень захотела вот прям сейчас надо прям бежать и брать и я сидела и так вот нет такого не было но в принципе вот эти вот пачули абсолют мне понравились и если бы они у меня были в миниатюрке я бы им периодически пользовалась также под настроение я бы пользовалась бы ванилью которая ход свет и ванилью которая смог дак да действительно ну иногда я бы все таки ими пользовалась к не странно мне такое-то ненавижу эти как научиться крепить их производить в пакетике их складывать чтобы они вечно не падали раздражать как ни странно мне понравилось это нюд я попробую его разносить и возможно даже буду прям вот прям до пользы наверное ну вот попробую но это не нюд это прям вовсе на и возможно поэтому меня это смущает также в принципе ничего но не для меня опять это эгоизм и маскулин как я уже говорила был бы жив папенька я бы купила вот такой вот маленький флакон потому что я думаю что если бы он был жив у него было бы очень много профилей от меня маленький я бы ему обязательно купила то что мне категорически не понравилось вот прям категорически я не могу воспринимать абсолютно розу розу вообще никак это просто плохо ребята это плохо это плохо это плохо это очень плохо серьезно это продается в леонардо и называется типа роза для мыловарения нет нет и все-таки наверное август ивнинг слишком рыбный слишком рыбно-специевый аромат тоже нет остальные ни шатка ни валка принципе бренд интересно если бы они находились в россии я бы захотела знакомиться еще с их новинками разнообразие неплохое то есть там есть и сладкие есть и горькие есть и такие но вот роза меня конечно знаете подкосила меня роза и из-за этого немножечко все-таки уровень лояльности уровень восприятия какой-то он упал потому что это просто ну это реально плохо это плохо в остальном ну вот тут рассказала как могла вы пробовали вы слышали вообще об этом бренде и у меня есть еще мне полин несколько прислала из украины таких пробничков различных я тоже сейчас пойду разношу и обязательно сниму мне было очень интересно действительно познакомиться с этой маркой прекрасные дизайны отличные дизайны просто великолепные может быть стоит снизить количество новинок но расширить количество эволюатор или я не знаю как то ну вот то есть меньше и делать с такой же любовью как дизайн что я вижу дизайн действительно они постарались как-то вот до прикрепили к каждому парфюму свои какие-то картиночки мне это нравится вот именно с моей точки зрения с моей эстетики да мне это близко ну вот как то так не забудьте подписаться и написать какой-то данный комментарий потому что любой комментарий помогает мне двигаться вверх к своей цели купить что-нибудь себя пока